Итак, мы с вами находимся в Александровке, в деревне Козловке. Место это известно с 1735 года, когда оно принадлежало Александру Григорьевичу Замятину. Потом его дочери, помещица Остафлевой. А потом, здесь были... Это была очень большая местность, с которой ей принадлежало, очень большое поместье. В ней входила муза Александровская, которая здесь находилась, да? В ней входила деревня Мишкина, в ней входила Пуркузих, в ней входила деревня Кали Чернышова. То есть, представляете, какое это огромное было поместье. Здесь в 1895 году, это поместье прям до 1995 года еще, несколько лет оно принадлежало барону Корфу. А в 1895 году его купил граф Александр Гугович Кейзерлинг. Здесь у его брата Альфреда Гуговича в 1895 же году родился сын Аки, Александр. Это удивительная история, но умер он в 1985 году в Баварии. То есть, он прожил 100 лет, родившись вот в этих местах. Альфред Гугович Кейзерлинг в 1897 году покупает это имение Александровка. И, как он писал сам в воспоминаниях о русской службе, я первым в Царскосельском уезде создал дачный поселок, в котором даже не очень богатый чиновник мог приобрести себе или построить хороший дом. Действительно, здесь начинается строительство. И Александр Гугович, в общем-то, как сказать, помогает своим людям, которые купили здесь землю, помогает строительство. Каким образом? Во-первых, он строит линию конно-железной дороги до левого берега Невы. Представляете, отсюда, от Александровки. Оттуда можно было привозить камень. И если сторожилы знают, за нашим городком, вот этим военным, да, начинается дорога, которая так и называется Кейзерлинговка. По бокам этой Кейзерлинговки есть очисти. Это те места, откуда добывали бутовый камень. Вот этот бутовый камень шел на строительство. Из него делали заборы, из него делали ледники, из него делали фундаменты и какие-то подсудные помещения. Потом он пришел в том, что в этом поселке он создал вечные ценности. Что же это были за ценности? Ну, наверное, вы все знаете про наш знаменитый Александровский парк. Парк был действительно очень интересным. Здесь было посажено много самых разных деревьев. Причем он выписывал деревья разных сортов из дентрологического сада. Здесь была еще одна линия конки, которая шла от станции Саблина сюда, в Кейзерлинговку, в Александровку. Затем здесь был отель-пансионат. Причем очень интересное объявление было в газете «Песчанка» в имени Александровка, в Кейзерлинговке. В Кейзерлинговке имеется отель-пансионат, все решительные удобства, горный воздух, прекрасное питание. Жить здесь лучше, чем в санатории. То есть представьте, в каких местах вы живете. Здесь был театр. Здесь после того, как Графу пришлось продать в 1914 году с торгов всю свою землю, потому что один из высокопоставленных людей уговорил его положить деньги в банк. Но банк прогорел, и Графу пришлось продать свое имение для того, чтобы каким-то образом поправить свои денежные дела. Перед тем, как продать, он не мог продать всю землю сразу. Ему пришлось разбить эту землю на участки, проложив улицы, хотя бы на плане. Но хотя, кроме плана, здесь уже были дома и были свои улицы. Александру Арфею Гуговичу Кейзерлинговку, председателю церкосельской земской правы, принадлежали земли, которые начинались от первой улицы и заканчивая улицей 10. У него так на плане и были улицы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая до десятой улицы. И было два больших проспекта. Одна была Графская дорога, вы знаете, это наш советский проспект. И затем в честь дочери Ирены был еще Ириновский проспект. То есть это улица нынешняя Олега Кашевого. В 1914 году Графу, кроме того, что ему пришлось продать свое имение, он еще попал в очень неприятную историю. Он немец. Причем немец, которая уже в России, их семья, жила с 17 века. То есть они с Анной Иоанновной сюда приехали, прибыли. И даже до нее. И надо сказать, что он уехал в отпуск в Германию. И началась война. Первая мировая. Представляете себе, ему оттуда не выехать. И тоже наши люди, они из границы не пропадут. Один из богатых купцов купил пароход. Собрал туда всех людей, которые должны были выехать в Россию. И через Финляндию они добрались до Петербурга. И тут Графа ожидал очень неприятный сюрприз. Выйдя на перроне царского села, он попадает в руки жандарма. Его арестовывают. Отправляют в Петропавловскую крепость, в одиночную камеру. Тоже очень интересно описывает свое пребывание в этой одиночной камере. И ему предъявляют обвинение в шпионаже. Целый месяц он проводит в Петропавловской крепости. Пока не выясняется, что тоже удивительное такое, знаете, совпадение. Его шифровка, но шифровка деловая. Он был одним из пайщиков пароходства на Балтике. Его шифровка почти одинаковой была с шифровкой немецкого командования. С германского командования. То есть, представляете, когда все это выяснилось, его освободили. Но он оскорбленный в своих лучших чувствах. Уходит с должности председателя Царско-Сельско-Земского права. И начинает заниматься организацией госпиталей. При начале своей деятельности в Царско-Сельском уезде было всего три госпиталя и больницы. По окончании его деятельности в 17-м году здесь уже было 200 баннет. В 17-м году графу приходится уезжать отсюда. Уехать он не может. И тогда он пешком отправляется, ну не пешком, а своим ходом отправляется через всю Россию, через Владивосток. Добирается до Риги. По дороге у него умирает жена. Выходит замуж дочка. Три года он добирался до Владивостока. И после этого уже из Риги он отправляется в Германию. Он умер в 1339 году. Не знал о том, что дальше будет с его имением. Что же было здесь дальше? Здесь уже были распроданы вот эти небольшие участки. Здесь появились свои улицы. Здесь было много немцев. Здесь было много прибалтов, которые здесь жили. В 1918 году здесь был создан колхоз, который назывался «Пример вперед». До этого здесь была такая ленинская полоска, как мне рассказывали, на которой все вместе сажали, собирали урожай. На всех делились, кто здесь сажал это все. Здесь в 1923 году был летом на даче художник-воинов, который оставил несколько рисунков, посвященных Саблина. И до 1941 года здесь еще стояла часовня. Часовня, посвященная Печерским Антонио и Феодосию Печерским. Но дело в том, что на месте, примерно ниже по течению Саблинки водопада, находилась когда-то деревня Ильинская. Поэтому в деревне Козловке, которая была когда-то куплена у Ивана Ивановича Козлова, самым большим праздником престольным была Ильинская суббота, Ильинская пятница. То есть день Ильи Пророка в августе месяце всегда отмечался. Часовня потом была разобрана и икона передана в нашу церковь на кладбище, которая Николая Чудотворца. Когда пришли сюда немцы, часть жителей ушла в пещеры Лисей Норы. Жили там три дня, там и кровати были поставлены, и гармон там была с собой взята. Не знаю уж, каким образом она там была нужна, но, по крайней мере, с собой было взято все. Потом, когда немцы заставили всех оттуда выйти, часть жителей была угнана в Германию. Об этом вы тоже знаете от своих родных. Но немцы здесь похозяйничали очень неплохо. Они вырубили почти весь Александрский парк. Здесь были разрушены и мостики, которые здесь находились. Здесь были разрушены и театр, и линия комки уже не существовала. И вот то, к чему мы сейчас пришли, вы все это дальше прекрасно знаете. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...